Доброе утро! И у вас половина людей ненавидит просто. Отлично. Главное, чтобы они не были равнодушными. Не, ну, главное тоже держать планочку, знаешь, чтобы не было ни мало ни тех, ни больше других. Ну ведь реально, потому что, если я иду, например, по одному торговому центру большому, и там постоянно крутят ваш клип, я потом весь день хожу и напеваю эту песню. И думаю, как ее выбросить из себя? Куда ее деть? И дальше мне даже иногда, извини, звонят наши артисты и говорят, слушай, мы сейчас вот на гастролях, переезжаем в другой город, и зашли просто в такой гиндалючек, и там живая музыка играет, слушай, и ваши песни звучат. Да ты что? Уже их даже перебивают. И говорят, вот если ваши песни перебивают, то все нормально. Это не потому, что музыка уже становится народной, поэтому не думаю, что народная музыка может перенравиться или раздражать. Я просто знаю, что на самом деле ты планировал делать немного другой проект, когда начинал заниматься музыкой. Ты хотел делать музыкальный, с роковым направлением, с музыкантой. Как получаешь, что эта музыка, вот когда ты стоишь в Пальмиру, она стала намного успешнее? Ну, она не стала намного успешнее. Она стала намного успешнее. Понимаешь, просто то, что я делал, это делается так вот в каком-то андеграунде, А то, что делает Киев Электро, это чисто вот такая вот попсовая, популярная тема. А вот твои друзья-рокеры, они как относятся к тому, что ты делаешь? Да никак они не относятся. Их это, знаешь, каждый... С печалью опускает голову. Нет, ну почему? Устался, ушел, корпоративы. Те, кто из них ходят голодные, таких вопросов уже не задают. Не задают. Полимир, я на самом деле с тобой вот знакомлюсь сегодня. Я тебе немного информации нашла лишь то, что ты очень любишь котлеты. Ну, как бы, да, я люблю, в принципе, готовить очень. Я родилась на Кубе, и все это детство, до пяти лет я пробыла там. Но когда приехали сюда уже в Украину, очень сложно было атрофироваться, там, прийти в себя, акклиматизацию пройти. Ну, так как, знаешь, получилось все отлично, я уже даже, если честно, языка не помню. У вас буквально недавно вышел дебютный альбом. Да, на прошлой неделе мы презентовали наш дебютный альбом, который называется «Каммун и Рибади». Каммун и Рибади, да. Это такой симбиоз лирики, романтики, сарказма народных и не очень народных перепелов. Раз, два, три. Суть альбома заключается в том, что здесь в нем собраны все наши песни плюс бонус-трек. И альбом называется «Каммун и Рибади» в честь главной песни. Это песня «Шнура» из группы «Ленинград». Да вы что, а как вы с ней? Десять лет назад эта песня появилась. Это кавер, наше исполнение этой песни. А как он получается так, что вам разрешил ее спеть? Ну, скажем так, женщины творят чудеса. То есть это ты с ним разговаривала? С таким же декольте, как сегодня на интервью. Он просто влюбился в меня. А если честно, то когда был концерт у Ленинграда в ноябре месяце, наши продюсеры пробрались к нему в гримерку и договорились. Мы дали этой песне, грубо говоря, второе дыхание. Своё видение, своё дыхание, своя тематику. Макс, в той жизни, когда ты был Мацу, ты работал тоже и журналистом, и очень много ездил на съемки различных артистов клипов. Ты не планируешь сам режиссировать ваши видеоработы? Почему же? Планирую, конечно. Вот сейчас ведется работа над видеороликом, он такой будет больше лайфовый, на песню «Камон и Рибаде». Мы постепенно его снимаем на концертах. Сейчас поедем в гастрольный тур, поддержку нашего альбома. И точно так же на съемки, то есть на концерте будет съемочка небольшая, поэтому это все войдет в наш новый клип «Камон и Рибаде». Я хотела, кстати, вас спросить, ну вот вы же как Киев Электро, вам должно все быть до лампочки. Ну что-то вам до лампочки, что-то нет. Давайте определим. Алкоголь. До лампочки. До лампочки. Давайте секс. До лампочки. Зима, весна, лето, осень. Скорее, вот не очень. Лето не до лампочки, весна не до лампочки. Мне нравится зима и лето. Так. Алена? Ребяточки, извините, у нас тут небольшие технические проблемы. О-о-о. Ну мне кажется, на самом деле мы их можем решить, потому что у нас-то в эфире группа Киев Электро. Йо-о. Вы же должны зажигать, и когда света нет, правильно? Давайте, давайте. Давайте, вот вам. Атрибуты. В них нет. Включайте. Нет, у нас есть микрофон, и вы же будете работать. Мы же будем вот так, под правой рот. Выходите, зажигайте. Это все, это Тиев Электро. У-у-у. Давай, положим вас будет. Мы пришли сюда за тем, чтоб веселиться и потанцевать, если повезет. А песня моя, она как птица, в воздухе летает и пешено орет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что же ты, приятель, ещё не колбасишься Надо колбаситься, и вот моя рука Come on, everybody Come on, everybody Come on, everybody Come on, everybody Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это группа Киев Электро, это супер, это пальмира И мне кажется, с такими ребятами невозможно не просыпаться Они зажигают, смотрите, свет появился, всё в порядке Спасибо большое, желаю вам всегда освещения Желаю вам хорошей музыки И, конечно же, просыпаться только из бутербурга Спасибо Вы тоже продолжайте